У нас у всех есть право на здоровье, мы об этом знаем, и у нас у всех есть обязанности здоровья беречь, а вот об этом мы частенько забываем. И тем не менее, периодически пойти к врачу, даже если тебя ничто не беспокоит, это нормальное поведение человека, который хочет оставаться здоровым как можно дольше. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, а точнее дежурные врачи. Мария Лобова, заместитель главного врача Самарской городской больницы номер 4, и Анна Левина, заведующая отделением профилактики, также Самарской городской больницы номер 4. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, телефон 202-11-22. К нам в студию можно позвонить и получить ответы на свои вопросы. А сегодня мы будем говорить, конечно же, о сохранении здоровья, о профилактике. И тема эта очень и очень важная. Я нашла, когда готовилась к программе, нашла последние исследования, проведенные к Всемирному дню здоровья. Сегодня социологи опросили аж 180 тысяч россиян. И вот предлагаю некоторые итоги этого обследования сегодня нам вместе обсудить. В частности, вот большинство россиян, 61%, назвали свое здоровье удовлетворительным. Еще 19% – хорошим. 18% признались в слабом здоровье. И только 2% оценили его как отличное. Соответствует ли это вашим данным, вашим представлениям, каково здоровье все-таки населения нашего региона? Ну, подведомственного вашей территории, конечно же. Ну, наверное, да. Потому что ежегодно наше население проходит профилактические медицинские осмотры. И не все лица у нас берутся под диспансерный учет. Не у всех пациентов уявляются какие-то патологические состояния. То есть у нас есть пациенты первой группы здоровья, которые уходят без факторов риска каких-то заболеваний. Ну, смотрите, 2% всего имеют отличное здоровье. Это вообще, мне кажется, какая-то такая страшная цифра. Ну, наверное, здоровье – это не только отсутствие болезни, но еще и благополучие социальное, психологическое. Поэтому, наверное, эти 2% считают себя абсолютно счастливыми людьми. Вот, Анна Валерьевна, вы как раз предварили следующий наш мой вопрос. Под словом «Здоровье 28% опрошенных понимают отсутствие болезней и тревожащих симптомов». То есть получается, что если тебя ничто не беспокоит явно, ничто не болит, то ты здоров? Нет, не совсем так. Если человек ничего не беспокоит, это не означает, что он здоров, у него нет никаких рисков тех или иных заболеваний. Иногда и зачастую очень большое количество заболеваний протекает бессимптомно. Основной наш страшный процесс заболеваний – это злокачественное образование. И, конечно, первая и вторая стадия – это бессимптомное течение. И когда пациент говорит, что меня ничего не беспокоит, это не значит, что он здоров. Да вот по поводу, кстати, онкологических заболеваний тоже были цифры. Сейчас потеряла, потому что собиралась чуть-чуть позднее вернуться к этому. Но, видимо, вот в рамках мониторинга в ЦИОМ исследователи рассмотрели такой аспект заботы о здоровье, как ранняя диагностика заболеваний, в частности, рака. И выяснилось, что за последние два года 44% россиянок старше 40 лет не делали маммографию, несмотря на то, что в России рак молочной железы, если я не ошибаюсь, наиболее частый из встречающихся опухолей. И 48% заявили, что не видят необходимости в таком скрининге. А диагностику рака шейки матки прошли только лишь 41% женщин. Вот как вы относитесь? Это беспечность или это недопонимание, или это что? Ну, это ответственное отношение, ну, скорее всего, безответственное отношение к здоровью. Потому что поведение человека, да, то есть оно определяет возможность развития каких-то хронических неинфекционных заболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные, сахарный диабет и злокачественное новообразование тоже. То есть на их развитие влияет экология, физиология, может быть, наследственные какие-то факторы и поведение. Вот это безответственное поведение может стать причиной в последующем выявлению у данного человека какого-то хронического неинфекционного заболевания. Я еще хочу добавить, что здоровье — это наше богатство, которым мы должны дорожить. И здоровый образ жизни — это образ жизни отдельного гражданина, который должен жить, профилактируя заболевания. И для этого и существует массовое прохождение нашего населения ежегодно медицинских осмотров. Если это пациент до 40 лет, профилактический осмотр медицинский. Если это пациент старше 40 лет, то это уже диспансеризация отдельной группы взрослого населения. А в чем разница между диспансеризацией и профосмотром? Основное отличие ее в онкоскрининге как раз. То есть профосмотр, он немножко имеет укороченный такой, уменьшенный объем. А диспансеризация — это как раз медосмотр плюс онкоскрининг, который позволяет обнаружить злокачественное новообразование на ранних стадиях. А вот вы встречали людей, которые действительно не прошли такую диагностику и поняли, что... А ведь можно было значительно раньше все это обнаружить. Ну, конечно, только это уже происходит ретроспективно и, к сожалению, упущенные возможности уже не вернуть. Я напомню, если вы опоздали к началу программы. Сегодня у нас в студии Мария Лобова, заместитель главного врача Самарской городской больницы номер 4. И Анна Левина, заведующая отделением профилактики Самарской городской больницы номер 4. Мы говорим сегодня об ответственном отношении к своему здоровью. Что можно сделать для того, чтобы жить здорово, 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 долго и счастливо. Вот как-то так. К нам в студию можно позвонить, если у вас есть вопросы, касающиеся здоровья. Телефон 202-11-22. Мы звонков здесь в студии ждем. Я снова хочу обратиться к этому исследованию, о котором говорила в самом начале. Вот почти половина россиян, 48% стремится следить за здоровьем привитивно. Вот из них 25% измеряют давление, уровень сахара в крови. 13% регулярно проходит диспансеризацию. 10% сдают анализы при первых симптомах. А остальные ориентируются на свое самочувствие. А на самом деле, как правильно? Вот не беспокоит тебя ничто. Что действительно нужно контролировать самому, а что должно беспокоить и уже побудить каким-то дальнейшим действием? Ну, наверное, диспансеризация такая вещь, которая является скринингом. То есть это так называемое сито. Которое просеивает большое количество людей и позволяет выявить те симптомы, которые человеку могут и не беспокоить на сегодняшний момент. Или он, может быть, на них не очень обращал внимания. Или, может быть, он считает, что это не страшно и не приносит его здоровью никакого вреда. Такие пациенты люди тоже встречаются, которые, например, не считают, что повышенный холестерин – это плохо, что повышенное давление нужно снижать. Диспансеризация позволяет выявить вот как раз такие факторы риска и поработать с ними. Конечно же, ответственное отношение к своему здоровью требует, чтобы человек еще и самостоятельно контролировал какие-то вещи. Потому что диспансеризация – это единомоментная вещь. А живет человек со своими цифрками давления, со своим сахаром, холестерином на протяжении всего времени. И поэтому без контроля самостоятельного не обойтись. И человек должен сам хотеть и понимать, что этому нужно. И самоконтроль, и прохождение таких профилактических осмотров, и диспансеризации в том числе. То есть это комплекс, всегда только комплекс. Самоконтроль и посещение поликлиники для вот такого мероприятия, как диспансеризация. То есть если пациент не беспокоит ничего, он приходит к диспансеризации. Если вдруг что-то он заметил, повышение давления, головокружение, какую-то слабость, повышенная усталость вечером, то он должен обратиться на прием к терапевту. Терапевту, да. Вы знаете, мы очень часто говорим в нашей программе про диспансеризацию. Вот я не знаю, наверное, каждый доктор даже в процессе дискуссии о своем заболевании всегда говорит диспансеризация, диспансеризация. И при этом я совершенно точно знаю, что это понятие не всем знакомо. Вот на самом деле, что такое диспансеризация, может быть, мы как-то еще раз попытаемся... Ну, диспансеризация – это комплекс мероприятий, который направлен, первое, на выявление факторов риска, а второе направлен на выявление заболеваний на ранних стадиях. То есть если это пациент до 40 лет, он сдает у нас холестерин, глюкозу, ЭКГ, общий анализ крови, и если у него все хорошо, мы его отпускаем. Если он в анализах, мы видим, что есть какое-то повышение, то мы его определяем в группу здоровья, практически арестовываем, берем к себе на диспансерный учет, выделение медицинской профилактики. Если уже, ну, как бы что самое нехорошее, выявляем у него какое-то заболевание, направляем его на диспансерное наблюдение уже врачу-терапевту-участковому и начинаем им заниматься. И при этом, наверное, надо добавить, что диспансеризация – это такой подарок государства своим гражданам, потому что это все проводится в рамках ОМС. На самом деле, да, действительно, это подарок. Хочу рассказать, что это нам прям очень-очень-очень понравилось. В этом году мы начали исследовать пациентов новым методом на скрытую кровь. Очень важный анализ. Да, очень важный анализ. И все пациенты у нас после 45 лет должны обязательно его сдать. Что хочется отметить? При новом методе исследования мы начали выявлять большое количество положительных результатов. То есть если мы, могу сказать, за свое учреждение, городской больнице номер 4, из 4000 исследований получили 95 положительных результатов. Проведя обследование, мы выявили в первом квартале 13 злокачественных новообразований и 16 доброкачественных. Все эти люди ранее не болели. Они ранее не состояли на диспансерном учете и ранее за медицинскую помощь не обращались. То есть это вот тогда, когда нужно было их выявить на первой стадии. Без симптомных мы их полечили. Кого-то консервативно, кого-то оперативно. И у нас пациент живет дальше здорово, здорово, качественно и долго. Это обязательно нужно проходить. Потому что с каждым годом объем диспансеризации увеличивается. Количество пациентов, которые приходят, у нас также увеличивается. И дальнейшее наблюдение за ними улучшается. А вы сказали, это новый метод исследования. То есть раньше метод был недостоверный. И только ли у вас он проводится или это везде? Нет, не то, что он был недостоверный. Просто другим способом проводилось это исследование. Проводится он во всех поликлиниках города. Централизованно забирается этот материал. В трех учреждениях нашего города осуществляется исследование. И нам присылают результаты. Действительно, очень важный анализ. Потому что в последние несколько лет колоректальный рак вышел на первое место среди вообще всех видах злокачественных образований. Мы продолжим разговор о том, как беречь свое здоровье буквально через минуту. А сейчас давайте узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В Самарской области разработан пилотный проект по организации диспансеризации на предприятиях. Проводить ее в трудовых коллективах начнут мобильные бригады. Сотрудники предприятий смогут проходить первый этап профилактического обследования прямо на рабочем месте. Молодоженам региона предлагают бесплатно проверить репродуктивное здоровье. С сертификатом ЗАГСа можно будет пройти обследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Сертификат действует в течение шести месяцев после свадьбы. В Красноглинском районе открылось новое подразделение детской стоматологии. Стоматологическую помощь дети будут получать в самых современных условиях. Отделение оснащено всем необходимым для проведения амбулаторных хирургических манипуляций. Суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено 40 телемедицинских консультаций профильными специалистами Минздрава России. Медики отмечают рост ожирения в 30 регионах России. Особенно эта тенденция выражена у мужчин. Россия не едят мало овощей, фруктов и круп. Отмечается высокое потребление красного мяса, сладостей, солений и переработанной мясной продукции. Мы возвращаемся в студию, продолжаем призывать жителей нашей области регулярно, ежегодно проходить диспансеризацию. И вопрос, это может сделать только работающее население? Для кого оно? Нет, все пациенты, которые прикреплены, пока прикреплены, в дальнейшем это не будет иметь значения прикрепление к той или иной медицинской организации. Все могут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр абсолютно для них бесплатно. Обратившись в свою поликлинику по месту жительства. Возможностей сейчас стало достаточно. У нас большой портал электронного расписания, где выложены все слоты, свободные для записи, к докторам. Работаем мы с 8 до 8, плюс выходные дни также у нас организована работа. Все желающие, подлежащие диспансеризации, еще раз повторюсь, абсолютно для них бесплатно обратиться могут в свою поликлинику и пройти диспансеризацию за 1-2 дня. Ну вот мы же очень занятые все сегодня. И многих останавливает именно тот факт, что придется очень долго сидеть в очереди, очень долго ходить по кабинетам, потратить на это уйму времени. Как на самом деле у вас это проходит? Не придется тратить время, не придется сидеть в очередях, потому что сейчас весь прием расписан по минутам. Определено количество времени на первичный прием, на повторный прием. И пациент, заходя в учреждение, тратит буквально полчаса. У нас в организации отдельно стоящее здание. В нем располагается отделение медицинской профилактики, где пациенты получают весь необходимый объем согласно приказа и их года по диспансеризации. Отдельно стоящее здание, это значит, можно еще не опасаться за то, что ты можешь получить какую-то инфекцию. Да, там только здоровые люди. Там находится у нас центр здоровья, отделение медицинской профилактики. Нужна предварительная запись для того, чтобы прийти на диспансеризацию? Ну да, желательно, да. Желательно, но если у пациента есть время, и он, находясь рядом, территориально может обратиться, мы всегда его примем. Есть возможность записаться, пожалуйста, с рабочего места в течение рабочего дня заходите на сайт медицинской организации, записывайтесь, приходите к указанному времени, в указанную дату. Вот, находитесь мимо, пожалуйста, приходите, мы вас примем. Забор крови мы осуществляем в течение всего дня. Если пациент по тем или иным причинам у нас не принимал пищу, мы можем у него сразу же забрать кровь и на следующий день видим его результаты, приглашаем его и информируем о том, как ему дальше нужно за собой следить. Ну, либо он придет на следующий день, если все-таки он позавтракал. Хорошо, вот пришел человек, сдал анализы, прошел необходимых несколько кабинетов, да? Что дальше? Завершается первый этап диспансеризации осмотром терапевта. Мы пациентов приглашаем к себе в отделение на углубленное профилактическое консультирование. Ведут его у нас врачи по медицинской профилактике, именно врачи по медицинской профилактике, которые очень подробно расскажут пациентам, как им нужно бороться с теми или иными факторами риска, если они есть, да? То есть контролировать их, как правильно питаться, если есть в этом необходимость. То есть мы разговариваем с пациентом именно по факторам риска. То есть углубленное консультирование, оно именно для этого существует. И у нас есть время для этого. То есть отводится на пациента около 30 минут. Ну, это много по сегодняшним нормам. Конечно. То есть это большая помощь и терапевтической службе, потому что у них не всегда есть возможность пациентам так долго поговорить. А у пациентов есть вопросы, как правильно ему измерить давление, как проконтролировать сахар, зачем нужно вообще контролировать холестерин. Вопросов очень много, и мы можем квалифицированно на них ответить. А вот сейчас в дайджесте мы слышали, что разрабатывается пилотный проект, и будет диспансеризация проводиться, ну, я думаю, видимо, в крупных предприятиях, мобильными бригадами. Как вот вы к этой новости относитесь? Замечательно, потому что кроме отделения медицинской реабилитации уже более пяти лет у нас на базе учреждений функционирует Центр здоровья. Это те же мобильные бригады, которые выезжают на профилактический осмотр на место, осматривают пациентов, дают им заключение, их консультируют на рабочем месте, и дальше они уже с паспортом здоровья идут в свою поликлинику и продолжают наблюдаться. Но кроме того, если в процессе профилактического осмотра наши доктора что-то выявляют, то они, соответственно, информируют учреждения, где прикреплены пациенты, ранее ими осмотренные. Существует ли какой-то документ, справка о прохождении диспансеризации? Если разговор идет о дне, который работодатель должен оплатить, то да, мы выдаем справку, что пациент прошел диспансеризацию, он ее предоставляет в отдел кадров, и ему оплачивается этот день по трудовому кодексу. А это обязанность работодателя? Да. Отпустить пациента на диспансеризацию. Один день дается всем пациентам, и два – предпенсионного возраста. Поэтому такого паспорта здоровья не существует сейчас. Раньше он был, потом был отменен. Но если пациенту требуются какие-то рекомендации, в том числе письменные, мы можем ему дать. Обычно это бывает раздаточный материал, конечно же. Но если требуется, всегда можем организовать и это. А вот что делать, если в поликлинике нет какого-то оборудования, необходимого для диспансеризации? Ну, я не имею в виду сейчас конкретно вас, но знаю, что бывали случаи, когда, например, не было маммографа или там что-то еще могло не быть. То как в этой ситуации поликлиника должна вообще поступать? Ну, в данной ситуации мы пациентов направляем, предварительно оговорив с иной медицинской организацией, выделив им маршрутизацию. Туда входит, опять-таки, время и дата, для того, чтобы не увеличить срок прохождения диспансеризации. И выдавая направление, ему рекомендуем прийти туда, прийти от исследования. Раньше в нашей городской больнице номер 4, пока мы не объединились с 9 поликлиникой, у нас не было маммографа как раз. И мы от этого очень сильно страдали, потому что как раз договаривались с иными организациями о времени. Сейчас в 4-й городской больнице есть маммограф, это исследование доступно, запись на него тоже доступна, поэтому пройти его нужно, важно. С 40 лет оно рекомендовано, в скрининге есть. И, пожалуйста, каждая женщина может прийти и получить направление на это исследование. И последнее, прям заключительное, уже в нескольких, наверное, словах, вот эффективна ли диспансеризация? Вот действительно есть серьезные результаты, говорящие о ее пользе? Конечно, эффективна. Конечно, эффективна, опять-таки, выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, выявление атеросклеротических изменений на сосудах брахиоцефального ствола. То есть вы видите ее эффективность, и именно поэтому мы настойчиво приглашаем всех наших жителей пройти диспансеризацию. Ну, а мы на сегодня прощаемся с вами, увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова